Основной целью предпринимательства или бизнеса Англ. Бизнес-дела является получение прибыли от производства и последующей продажи товаров или услуг. Дальнейший процесс предпринимательской деятельности подразумевает вложение части полученной прибыли в развитие производства. Предпринимательство в России до 1917 года. Предпринимательство в России имеет многовековую историю. Уже в X веке в городах начали образовываться первые промышленные объединения поселения ремесленников. Посредством ярмарок стала развиваться торговля, появились прообразы системы кредитования и страхования. Новый стимул развитию промышленности и связанной с ней предпринимательской деятельностью дали Петровские реформы. Но по-настоящему бурный рост российского предпринимательства начался в последние трети позапрошлого века с исчезновением крепостного права. Интенсивная механизация производства, импорт машин и оборудования, приток рабочей силы из деревень, развитие финансовых институтов привели к промышленной революции рубежа XIX-XX веков. Открывались фабрики и заводы, семимильными шагами развивалось частное предпринимательство. Одновременно многие крестьяне, сумев выкупить землю, становятся фермерами, осуществляя предпринимательскую деятельность на селе. Это время славится знаменитыми фамилиями российских предпринимателей Абрикосова, Гужона, Бахрушина, Демидовых, Морозовых, Мамонтовых, Ребушинских, Третьякова и сотен других. Однако механизация труда и высвобождение рабочих рук имела и отрицательную сторону. Из-за перенасыщения рабочей силой ее стоимость к 1914 году катастрофически упала, что привело к резкому падению уровня жизни и городского и сельского населения. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Этот кризис еще более усугубился из-за начавшейся Первой мировой войны и непродуманных действий царского правительства. Все это вместе взятое раскачало ситуацию и привело к потрясениям 1917 года, сначала Февральской революции, затем Октябрьской. Советский период. Приход к власти большевиков, последующие за этим годы гражданской войны и террора, привели к полному разрушению деловых связей в стране и катастрофическому упадку ее экономики. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Плановое хозяйство продолжало наращивать объемы в тяжелой и военной промышленности, а отсутствие конкуренции приводило к стагнации экономического развития. Люди, обладающие предпринимательской жилкой и недовольные подавлением личной инициативы, образовали пласт теневой экономики. Новейшее время. К 80-м годам 20-го века необходимость экономических реформ окончательно назрела, что стало понятным и большинству населения и многим представителям политической элиты. К концу 80-х годов был открыт путь индивидуальному предпринимательству, стали зарождаться кооперативы и развиваться торговля. Однако этот процесс не был в достаточной степени подготовлен законодательно и не сопровождался необходимым регулированием цен. В результате продолжилось развитие экономического кризиса на фоне усиливающейся криминализации общества. Следующий этап развития бизнеса в России связан с приватизацией крупных государственных предприятий и привлечением средств населения. Текст озвучен в Яндекс Клауд. В целом эти реформы нельзя считать удачными ни в экономическом, ни в социальном плане. Но они позволили начать развиваться в финансовой системе и окончательно утвердиться частной собственности на средства производства. Усилия современного руководства страны направлены на поддержку и развитие предпринимательства, для чего проводится реформирование банковского сектора и удешевление кредитов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Необходимо помнить, что история не терпит понуканий, и проведение любых реформ требует достаточного времени и внимания к социальным проблемам. Все. Фото. Принадлежат. Их. Авторам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.